Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем, как посадить яблоню в условиях Якутии. Мы находимся на территории Арктического государственного агротехнологического университета. И здесь вы знаете, что имеется замечательный яблоневый сад из яблони ягодовитной, посаженный студентами-сотрудниками Якутской государственной сельскохозяйственной академии под руководством Петровой Антонины Николаевны. И этот сад является гордостью не только нашего университета, но и всей Якутии. Необходимо отметить, что территория Якутии находится на зоне сплошного распространения вечной мерзлоты или многолетней мерзлоты. И, соответственно, это очень сильно влияет на рост и развитие растений и на способы посадки. Также в центральной Якутии и в целом, можно сказать, северной, восточной и западной части Якутии плодородный слой у нас в Якутии очень небольшой почвы. И если здесь посмотреть, то прямо здесь вы можете посмотреть небольшой гумусовый слой, который находится буквально 3-5 сантиметров, а уже потом начинается песчано-суглинистая почва. Соответственно, посадки ягодных, кустарниковых и древесных растений в Якутии лучше производить осенью, когда уже растения переходят в зимнюю спячку и готовы уже перенести особые условия. Но если есть определенная необходимость посадить весной, то тогда мы советуем лучше выбрать тот период, когда растения еще полностью не проснулись, а только начинают просыпаться. И в этом отношении вот середина мая, вторая половина мая является самым необходимым или самым правильным периодом, когда можно посадить эти растения. И здесь вы видите вот большие, уже почти 15-20 летние деревья яблони ягодовитные, которые ежегодно у нас расцветают весной и осенью образуют замечательные яблоки с размером, с ноготь, но такие вкусные и такие замечательные. Надо выкопать в первую очередь яму для посадки кустарника или нашей яблони. И здесь мы видим, что почва, она еще не сильно прогрелась, но в то же время имеется небольшое количество воды. Для того, чтобы обеспечить правильную посадку, необходимо в первую очередь подумать о почве. Для этого мы обязательно добавляем перегной, который, можно сказать, перепревший. Добавляем свою материнскую почву. Так, и как вы видите, уже земля становится практически готовой, но хорошенько перемешиваем для того, чтобы перегной был равномерно распространен или расположился по всей яме. Так, если не хватает, добавляем перегноя. Так, материнскую почву, которая у нас получилась такая супесчаная. Так, и как вы видите, тут мало воды. Соответственно, мы добавляем сюда воду, чтобы образовать такую кашеобразную субстанцию, которая будет напоминать вот такой кашица. Очень хорошо перемешиваем. Чтобы здесь хорошенько все смешалось, образуя такую кашицу. Если воды много, то мы добавляем еще материнскую почву, чтобы каша у нас была более-менее густой. Чуть-чуть добавим перегной. Чувствуется, что стало более-менее такой... Так, ребята, вода нужна. Слишком сухо я сделал теперь. Так можно посадить любое дерево, начиная от лиственницы, ели, сосны. И самое главное, чтобы вот эта почва была соответствующая и по консистенции, по составу. Так, ну, как видите, уже почва стала такой жижеобразной. Теперь берем вот этот саженец. Саженец яблони ягодовитной. И, как вы видите, когда выкапывают этот саженец, специально ложат в салфановый пакет, чтобы корни не высохли. Целлофановый пакет аккуратно разрываем, вытаскиваем саженцы. Так. Ну, дальше продолжаем. Берем наши саженцы и очень аккуратно так вдавливаем, вдавливаем, чтобы плотно прижился этот саженец. Теперь смотрим, что здесь уже воздуха нету и уже сверху можем посыпать материнскую породу или почву, точнее, которая у нас осталась от ямы. И очень аккуратно закапываем яму. Так, вот, теперь видно, что саженец хорошо сидит, уже воздуха нету, все продавлено. И можем даже вот так наступить, да, для того, чтобы у нас земля саженца, она хорошо уплотнилась и сидела в яме. И прикрываем вот дерном, который мы вынули из ямы, чтобы сохранить влагу для саженца. Причем, надо отметить, что саженцы, которые посажены весной, они требуют более тщательного ухода, чем те саженцы, которые сажаются осенью и требуют достаточно большого полива. И саженцы необходимо поливать в течение, очень хорошо надо поливать в течение трех лет, пока корни распространятся и получат определенную площадь для питания. Необходимо сделать вот такие валики, чтобы при поливе вода у нас не вытекала. Вот такие валики делаем, чтобы вода не вытекала. Так, сейчас. И потом сверху поливаем саженец, чтобы вода, она хорошенько пропиталась. Вот таким образом мы посадили яблоню в нашем яблоневом саду. Теперь перейдем к другому участку в яме, где воды достаточно много. Потому что весной, когда начинает таять снег, мерзлота, видите, что в яме бывает достаточно много воды. Тогда сюда не надо добавлять воду, а уже сразу можно добавить почву. Мы здесь тоже берем наш перегной. Так, добавляем перегной. Так. Перегной очень богат удобрениями, азотом, фосфором, различными микроэлементами, микроорганизмами и очень полезен для саженцев. Но чистом перегное, конечно, сажать не рекомендуется. Потому что перегной, когда происходит гниение органических веществ или остатков, повышается температура и корни могут получить ожоговую травму. Поэтому обязательно надо перегнуть, перемешивать материнской породой. Это могут быть и субсисчаная почва, это могут быть и суглинистые почвы, дерновая почва. Ну и, соответственно, у нас будет нормальная, нейтральная или оптимальная почва для произрастания саженцев. Так, чуть-чуть, чуть-чуть добавим воду, потому что у нас пока еще жижа здесь не образовалась. И вот очень хорошо перемешиваем, чтобы образовалась такая жижа. Перемешиваем тщательно. Так, воды все-таки не хватило, поэтому добавляем. У нас в условиях Якутии растения имеют горизонтальное расположение корней. Почему? Потому что многолетняя или вечная мерзлота не дает корням углубиться внутрь или вниз. И, соответственно, корни будут располагаться горизонтально. И причем на достаточно далекие расстояния. На 10 метров, иногда даже до 20 метров могут дойти эти корни. Причем это корни, которые будут самые нужные и которые кормят растения питательными веществами и водой. Вот такая жижа. Берем тоже саженец яблони, который переносит в целлофановых мешках. Аккуратно разрезаем целлофановый мешок. И, как вы видите, вот уже с почвой вдавливаем в эту жижу. Закапываем уже материнской или натуральной, или естественной почвой, которая выкапывается из яма. Распределяем песок и почву. Так, аккуратно ногами вдавливаем. Чувствуется, как будто находимся такой... Вот, почва такая, как бы болотная, болотистая. Но это специально для того, чтобы саженцы у нас хорошо прижились. Ну и ложим дерн, который мы вынули из ямы. Нужно выбрать для посадки не солнечный день. Почему? Потому что... Здравствуйте! Потому что солнечный день, он все-таки может быть осушающий, действовать на растение. Так, и поэтому лучше выбрать прохладный, не солнечный день, когда растения могут выдержать условия пересадки. Так, ну вот уже как бы образовался валик такой. И уже можем полить саженец водой. Вот, это уже, вот, хорошо, можно сказать, посаженный у нас саженец яблони. Так, у нас чуть-чуть осталось отсюда, вот, дерна. Так, этот дерн мы должны полностью сюда использовать. Вот так. Как вы видите, яблоня ягодовитная нашла свое место. И очень надеемся, что лет через 10-15 станет такими же крупными яблонями. И будет радовать нас своим светением и очень вкусными ягодами. Дорогие друзья, сегодня я покажу, как внести перегной или удобрение для кустарников, плодово-ягодных растений в нашем саду. Дело в том, что растения из года в год потребляют большое количество минеральных веществ, питательных веществ. И, соответственно, им требуется обязательно осенняя или весенняя подкормка. Причем, хорошо подкармливать и перегноем, золой, там, разбавленным куриным пометом и другими органическими удобрениями. Сегодня я вам покажу, как можно удобрять весной яблоню для того, чтобы получить в будущем хорошее светущее растение. Для этого необходимо взять перегной и очень аккуратно распространить по основанию ствола. Причем, надо отметить, что перегной должен быть не очень толстого слоя. Почему? Потому что очень толстый слой перегноя может, наоборот, ухудшить дыхание и повредить, может быть, даже растение. Поэтому слой перегноя должен быть такой достаточно тонкий, но распространенный на большей части. Потому что питательные курни, они находятся, например, чуть-чуть далеко от основного ствола. Поэтому хорошо, когда перегной распределяется на более, скажем так, дальние расстояния, чуть-чуть, примерно на сантиметров 50-60 от основного ствола. Вот так. Вот так. Так можно практически каждое дерево удобрять перегноем для того, чтобы были питательные вещества и растение росло крупным, крепким, красиво светущим и в хорошем, удовлетворительном состоянии. Спасибо всем!